Долгожданная весна Долгожданная весна Я бы не сказала, что активизировались вообще с приходом весны И мы всегда отмечаем с апреля по сентябрь месяц Как правило, активность клещей возрастает И именно в апреле она бывает самая наисильнейшая Почему? Потому что действительно клещи проснулись, зима прошла И не только в этом году, а каждый год мы апрель Как бы вот так вот самым активным месяцем считаем Вот, и поэтому я хочу сказать, что активность клещей мы характеризуем По укусам людей, да, обратившихся И вот уже на сегодня 17 человек обратились с укусами клещей Из них вот 7 детей Поэтому, конечно, предвидимайские праздники И то, что сейчас действительно тепло И это даже не связано, наверное, и не с активностью клещей И с этой, но и с тем, что сейчас больше люди стали выходить на природу То есть лето приходит, летние месяцы, весна, лето Поэтому люди просто больше выезжают на природу И что бы я еще хотела сказать, что вообще клещи, они опасны чем? Да, неприятно то, что они и присасываются А еще то, что они являются переносчиками природно-очаговых болезней Ну, таких, как вот известный клещевой энцефалит К счастью, наша территория, она на сегодняшний день не эндемична По клещевому энцефалиту Но клещевые бролиозы, которые переносят клещи, у нас регистрируются И в том году у нас было 14 случаев бролиоза зарегистрировано Но могу сказать, что в том году и укусов, и самого заболевания Было гораздо меньше, чем в предыдущем Ну, и мы вернемся, что вот эти клещевые бролиозы, клещевые энцефалиты Они являются природно-очаговыми болезнями Вся Рязанская область, то есть исключая Рязань Но Солочи входит как бы в город Рязань Вот у нас вся Рязанская область лежит на территории природных очагов бролиоза Ну, и можно сюда сказать, что у нас природно-очаговые заболевания Такие, как и тулеремия Она тоже может передаваться клещами и слепнями О том, что такое энцефалит, мы, наверное, все слышали и знаем довольно-таки хорошо А вот бролиоз и тулеремия, насколько они опасны для здоровья человека? Ну, они и клещевой энцефалит, он опасен Но, к счастью, сейчас я хочу сказать, что от него есть специфическая профилактика То есть есть прививка То есть можно сделать, вакцинироваться против клещевого энцефалита К сожалению, от бролиоза специфической профилактики нет Поэтому вся профилактика направлена на гигиеническое обучение и личную профилактику И уже такие, как бы там она называется, санитарно-экологическая профилактика Акрицидные обработки, дертизационные обработки Чем опасны? Ну, во-первых, это заболевание переносится клещами Полиморфизмом с вами То есть тут и кожные, как бы могут быть заболевания проявляться на месте укуса Вот И там лихорадочное состояние присутствует при этом Поэтому я хочу сказать, что вообще все природно-очаговые заболевания Которые переносятся клещами, комарами Являются переносчиками, может быть, грузуны Оно всегда негативно сказывается на человека И переносится более тяжело, чем инфекционная болезнь Которая может быть только человеку присуща Поэтому, конечно, лучше предотвратить заболевание Поэтому, что я посоветую Когда мы клещи, они любят, во-первых, влажную Более такую погоду Так сказать, солнышко не любят Вот, поэтому высокую траву, кустарники Вот они там обитают Поэтому, когда мы выезжаем на отдых, на природу Лучше выбрать место, где, может быть, даже нет травы Или она там окошена Или предварительно съездить, посмотреть на это место И его подготовить, да, косить Вот, чтобы это было не где-то в тени А лучше, чтобы оно больше прогревалось солнышком, это место И предусмотреть одежду, чтобы она была вся закрыта Это первое То есть мы говорим о том, чтобы Если клещ напал, то он нападает где-то примерно 50 сантиметров от земли Может напасть И движется кверху И вот, как правило, почему им говорят, что одежда должна быть заправленная То есть рубашка в брюке Воротничок должен быть поднят Лучше молнии, чтобы была молния Не было пуговиц, то есть не было ему куда-то там проникнуть И вот он поднимается, поднимается И потом, если он находит какое-то место открытое, он туда проникает и присасывается Одежда Лучше, чтобы она была светлая Чтобы было видно Потом, конечно, если несколько человек, то каждые полчаса или 20 минут Можно себя осматривать, особенно детей Потому что они роста маленького То есть это, может быть, быстрее как-то поражает их клещи Присасываются Вот И, конечно, использовать надо препараты Есть акарицидные препараты и репелленты Акарициды, они направлены на клеща Они как бы его убивают Но они более токсичны Поэтому как бы и детям Там надо обязательно читать инструкцию применения И наносятся они только на одежду Репелленты Есть такие репелленты, которые, во-первых Но там обязательно должны быть написаны не только комары, а и клещи Вот Это препараты, которые отпугивают Поэтому они Есть препараты, которые могут наноситься на кожу Вот А есть тоже такие, которые на одежду Поэтому, конечно, надо использовать эти препараты Если все-таки клещ укусил Какими должны быть действия человека? Если уже клещ укусил и как бы он внедрился глубоко То в любом случае лучше обратиться к врачу В хирургический кабинет, травмпункт Хирургический кабинет Это Если это Рязанская область На территории там Это районов Если у нас Где-то человек живет в Рязани Он приехал То, пожалуйста, обратитесь в травмпункт Поэтому лучше хирурги Травматологи удалят клеща Клеща, конечно, лучше Можно исследовать Лучше, конечно, в живом виде Если не получилось в живом виде То все равно В простую просто баночку В баночку стеклянную Закрытой крышкой его поместить И у нас есть лаборатория Особо опасных инфекций Которая находится на Островского, 51 А это центр геноэпидемиологии Федеральное бюджетное учреждение Вот там исследуют клеща И вам уже скажут ответ Что-то там Если будет он отрицательный То к врачу обращаться нельзя Но если вы В лабораторию клеща Для исследования не доставили То надо обратиться После того, как вам удалили Клеща к врачу-инфекционисту И он вас возьмет под наблюдение И скажет С какими, если у вас какие-то симптомы То есть это будет покраснение места укуса Может быть лихорадка Что надо будет к нему обратиться В течение 14 дней За собой понаблюдать Может быть Врач вам, инфекционист Предложит что-то пропиться До того, пока начались Какие-то клинические проявления Потому что вызывается бролиоз баррели И она чувствительна к антибиотикам Может быть так Но обязательно надо обратиться к врачу Спасибо большое, Елена Алексеевна Что вы сегодня к нам пришли Дали совет рязанцам Я надеюсь, что они послушают И в этом году Будет меньше случаев укусов клещами Ну что ж, а на этом наша программа Подходит к концу Мы желаем вам всего самого доброго До встречи в следующих выпусках Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»